Премьер Украины Арсений Яценюк обсудил с президентом Словакии Андреем Киской гарантии безопасности в сфере энергетики, а также выполнение минских договоренностей, сообщила пресс-служба украинского Кабмина в четверг. Яценюк 9 дефис 10 го сентября находится с визитом в Польше и Словакии. Глава правительства Украины и президент Словакии отдельно обсудили энергетическое сотрудничество, отмечая необходимость единых подходов, которые бы гарантировали безопасность обеих стран, единство европейской политики в этой сфере, говорится в сообщении. Также они уделили внимание выполнению минских договоренностей. Арсений Яценюк и Андрей Коско обсудили инициативы и мероприятия для поддержки мирного урегулирования ситуации на востоке Украины и усиления регионального сотрудничества партнеров Украины в этом контексте, сообщает Кабмин. На данный момент Словакия является единственным маршрутом, по которому Украина импортирует природный газ. По информации пресс-службы премьера, во время официальных встреч Яценюка в Братиславе 10 сентября предусмотрено подписание двусторонних соглашений, касающихся сотрудничества в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемой энергетики. Украина уже год получает газ по словацкому маршруту. По данным Укотрансгаза, за этот период было импортировано более 11 миллиардов кубометров газа. Нафтогаз Украины с 1 июля прекратил закупку газа у «Газпрома» из-за того, что его не устроила цена на российский газ с учетом скидки на период третьего квартала в 247,17 доллара за тысячу кубометров. Киев и Москва продолжают переговоры об условиях закупки газа, украинская сторона рассчитывает заключить соглашение, которое определяло бы условия импорта российского газа на весь отопительный сезон 2015-2016 годов. Кроме того Киев испытывает дефицит средств для финансирования закупки газа, Минэнерго Украины ведет переговоры с потенциальными кредиторами по этому вопросу. Продолжение следует...